приветствую вас друзья в мои руки попал су-122 1956 советский прим танк 9 уровня сейчас идет на него сборочный цех в понедельник у нас 27 мая стартует последний этап 4 сам сборочный цех заканчивается 21 июня задачи выполняются легко и быстро я думаю что многие получат этот танк но после того как вы пройдете этапы получите необходимое количество жетонов вам еще нужно будет три жетона докупить за золото или за боны я думаю что многие пройдут и задумаются о том стоит ли брать стоит ли 4 500 золота этот танк или 4 500 бон сейчас мы с вами и выясним итак давайте сначала посмотрим броню в принципе броня очень слабая единственно что танкует эта маска но и в маске тоже есть места которые пробиваются легко в принципе снаряды отлетают исключительно когда повезет также если мы играем через рельеф а у воены позволяют играть через рельеф орудие вниз опускается на 8 градусов на таком низком танке это удобно но орудие находится низко а на рубке сверху есть еще лючки и поскольку у нас нет башни мы никак ничего не можем там на рельефе обмануть или придумать когда мы просто выезжаем через рельеф мы врага видим намного позже чем он видит нас поскольку орудие у нас внизу и все эти лючки сверху выезжают впервые и враг нас замечает раньше может нам в лючок дать поэтому если мы в ближнем бою играем через рельеф и прям на заряженного врага выкатываемся скорее всего мы первый получим поскольку попробую еще найди танк у которого тоже орудие настолько низко посажено в корпусе это нужно учитывать также танчик у нас советские небольшого размера критуется неплохо поэтому сломанная боеукладка и поджоги это то с чем мы будем постоянно сталкиваться поэтому желательно у экипажа это прокачать чтобы танчик если и загорался то ненадолго хп у нашего танка приличное количество 1700 это примерно на 100 хп больше чем у других пт на уровне при том что наша птшка больше как про пт с маскировкой с пассивным геймплеем из куста обычно таких пт еще и хп немного у нас в принципе приличное количество хп что не может не радовать у нас орудие хорошо вниз опускается у нас также хорошая маскировка сделать маскировку больше 50 процентов не сложно если мы поставим мало шумку если не ставить будет до 50 в принципе маскировка хорошая даже в движении там 30 чем-то если у вас прокачана маскировка если у вас стоит тупоек маскировка у танка прекрасная не сложно создать ситуацию в бою когда не особо зрячий тяжелый танк на сопернике метров на 300 не видит нас когда мы двигаемся без кустов тем самым даже на каких-то более-менее коридорных или городских картах можно как-то подлавливать тяжа в длинных проемах можно выкатываться от врага на расстоянии метров 300 или более останавливаться сводиться давать выстрелы только после выстрела мы будем светиться ну и понятное дело после выстрела мы успеем убежать у танка еще и хорошая динамика удельная мощность 22 с половиной максималка вперед 56 скорость поворота 40 градусов в принципе танчик ездит крутится очень хорошо у него очень хорошая маскировка хорошо опускается пушка давайте поговорим уже про саму пушку ведь орудие это одно из самых главных и важных в каждом танке пробить и основным снарядом 274 это подкалибер который еще и очень быстро летит специальный снаряд 320 кумулятив 68 пробития фугасом дпм 2999 короче 3 косаря 2 и 1 сведение 0 38 точность альфа 440 какие есть проблемы у танка он не особо бронированный танкануть на него почти нереально только там случайно на дамаск отбивает также у танка очень плохая стабилизация прямо отвратительная плюс еще критуемость на высоком уровне обзор 390 это хорошо в общем и целом самый идеальный для нас геймплей это большая открытая карта с кустами где мы можем воспользоваться нашей скоростью отличным дпм отличной маскировкой и даже в некоторых случаях можем подъехать немного разменяться хпшкой который в принципе достаточно какие у нас возникают проблемы проблемы возникают когда мы едем играть активно поскольку стабилизация не дает нам как-то в движении что-то делать как-то бодаться с врагами стрелять них поскольку прицел очень большой также у нас нет башни орудия вниз низко посажено через рельеф тоже могут возникнуть проблемы также еще влево и вправо орудия очень плохо поворачиваются из-за чего постоянно приходится пересводиться сведение хоть и быстро но но всегда начинается с очень большого размера то есть при каждом малейшем движении прицел разлетается становится очень большой и при любом довороте придется заново сводиться и это время 21 сведение умножаем на 2 примерно 4 секунды мы каждый раз пересводимся поскольку вот это вот сведение которое написано эта цифра за которой орудия сводится наполовину тем самым мы за 2 секунды из большого круга сводимся наполовину он просто становится немного меньше и чтобы свестись до конца надо еще долго ждать в итоге активный геймплей для этого танка это боль поэтому мне этот танчик не зашел когда я хочу поехать и повлиять на исход боя когда мне нужно где-то активно сыграть этот танчик мне мешает он не позволяет мне как-то сделать те вещи которые могут повлиять на победу нужно поехать сделать какой-то вклад важный кого-то где-то добить что-то там разменять активно сыграть этот танчик мешает тем что у гн и плохие влево вправо пушка плохо поворачивается стабилизация плохая также нет башни критуемость и орудие очень низко посажено даже когда мы через рельеф ираем особо мы никого ничего не обманем с плохой броней что мне нравится в этом танке дпм бешеный скорость полета снаряда хорошая точность в принципе можно разогнать до нормальной но я бы не сказал бы что этот танк снайперский нужно еще постараться чтобы довести точность до хорошего состояния 0.38 изначально это такое себе в итоге этот танк может быстро менять позиции по карте за счет дпм быстро настреливать урон за счет маскировки мы можем не светиться в кустах это очевидно но маскировка настолько хорошая что мы можем даже против слепых тяжей разводить их метров на 300 и без каких-то трудностей стрелять без засвета точнее подготавливаться к выстрелу без засвета после выстрела мы светимся и убегаем это конечно интересный прикольный геймплей но исполнить его очень трудно тяжело и не против всех если у соперника обзор хороший то мы на 300 метров будем светиться также нужно еще очень хорошо для этого контролировать карту также понимать по бою что и где у нас происходит я считаю что танчик неплохой интересный в своем стиле в своем имплее он свою нишу займет я думаю многим кто не сильно заморачивается там и не хочет там активно играть им танчик скорее всего понравится многим но также найдутся люди которые не оценят поскольку танчик мешает иногда сыграть активно можно сыграть активно так вот в своем стиле от маскировки я пробовал так играть что-то там иногда получалось но это очень тяжело рискованно и на сто процентов никогда не уверен когда ты едешь играть активно но пытаешься там метров на 300 что-то не светится легче заезжать с кем-то чтоб кто-то получал или танковал а ты уже начинал на дпм и настреливать только тогда получается что-то активно сыграть в принципе я считаю что танчик стоит 4500 золота если вам это золото потратить не в напряг вы не будете это делать через силу то этот танчик вполне себе оправданно столько стоит при том что задание еще и простенькие быстро проходится но вот стоит ли брать только если вам такой специфический имплей нравится к тому же этот танк еще и фармит боны 100 бон в неделю можно пофармить просто накатывая на нем бои точно так же как и на любом другом прим танки 9 уровня к слову еще скажу на фоне бой который вы видите посреди боя меня там выкинуло поэтому слева внизу циферка урона которая в бою показывается она там посередине сбрасывается на 0 и начинается сначала поскольку я перезаходил в игру это видео я записывал с двух реплеев первый реплей до того как меня выкинуло и второй реплей после поэтому там все циферки сбросились и на миникарте все обозначения тоже что-то там сервером произошло и меня выкинуло посреди боя но я перезашел и доиграл у меня на танке получилась средуха 3000 я там экспериментировал пассивный геймплей мне не сильно понравился не в каждом бою он нужен не всегда его можно эффективно применить но активный геймплей от маскировки мне понравился но он очень сложный специфичный и нужно применять даже какую-то фантазию где и как можно из-под тяжка врагов подловить что касаемо оборудования досылатель вентиляция и третье оборудование здесь уже на свой вкус либо маскировка малошумка либо экспериментальная турбина либо прицел если вам не хватает точность также ставим доппайок если у вас у экипажа прокачано пожаротушение можно за инструкции еще поставить либо маскировку либо пожаротушение дополнительное либо можно поставить лампочку чтобы она загралась за одну секунду если вы едете от маскировки активно играть и где-то там случайно подсветились вы это узнаете раньше и не получите лишнего танчик фармит в принципе как обычная нормальная восьмерка фармит танчик нормально постоянно там по 80 по 90 тысяч я фармил с резервами там около 100 тысяч получалось со средухой примерно 3000 я особо никакой разницы не увидел по сравнению с восьмерками примерно такой же фарм но нужно учитывать в каком бою по каким уровням вы стреляли по своему засвету или по чужому какими снарядами вы стреляли специальными или обычными это все влияет на фарм серебра в принципе танчик пойдет танчик можно получить может быть не прям всем кому-то может быть это танчик и нафиг не нужен я допустим особо на нем играть наверное не буду я его понял я на нем поиграл но в принципе этот геймплей не мое я его получил на стриме вам показал в принципе пускай валяется иногда можно даже от нечего делать на нем поиграть но и очередной раз не могу не похвалить разработчиков за то что снова птшка снова мы получаем пт который в рандоме так не хватает настолько их мало что они даже не могут собрать бой 15 на 15 пт я считаю это большое упущение и нужно больше везде добавлять пт в награду чтобы наконец-то бои собирались 15 на 15 пт почему так не дорабатывают разработчики я не понимаю можно было бы за этот сборочный цех несколько птшек выдать чтобы люди прям точно хоть какую-то пт оценили на свой вкус и прям весь рандом был в птшка вот тогда я считаю игра бы просто вышла бы на новый уровень и было бы классно на этом у меня все с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи Продолжение следует... Продолжение следует...